господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 689 события дня 2 тимофея 2 8 помни господа иисуса воскресшего из мертвых за 1 ноября 2017 года пишет екатерина тинникова мир вам игнатий тихонович не так давно вы мне отправляли материалы по монашеской теме эта тема для меня звучит настоящее время очень актуально потому что по своему маловерию я устроилась работать в один женский монастырь где меня сразу же причислили к кандидатам монашество потому что в сознании наших православных верующих сложилось так что если ты стараешься быть благочестивым во внешнем виде словах делах и ты не семейный то значит должен быть монашествующим по монашеству с вами полностью согласно как согласны с отцом геннадием фастом который говорит что христианство оставили только в монашестве потому что остальные члены церкви не являющиеся монашествующими как бы не должны иметь благочестивый внешний вид не должны знать писания не должны быть целомудренными и в делах и в словах и назвали членов церкви слова миряне что вообще не соответствует писанию так как христиане не могут быть по сути мирянами потому что это означает дружбу с миром а дружба с миром есть вражда с богом против бога яков 44 не любите мира не того что в мире увещевает всех христиан апостол ян богослов он говорит кто любит мир в том нет любви очей поэтому странно откуда появилось слово мирянин так как все христиане должны быть отделены от мира также в сознании верующих православных сложилось мнение что только монашествующие отреклись от мира тогда как они не дают обет отречения от мира а дают только три обета целомудрия бедности послушания а обета отречения от мира то не дают отречения от мира происходит у всех христиан в крещении а не только монахи от мира отрекаются также среди монашествующих есть некое превосходство над остальными членами церкви и считают что монашеский путь самый совершенный чем не могу согласиться вот это не хочет соглашаться еще кто тебя будет спрашивать тому монашество еще это самое гордое непокоривая самое тупое буквально безмозглые нельзя не разговаривать ничего нету манкуртами сделали людей еще и игнатий бренщинов говорит монашеств монастыри и проще кончилось остались одни актеры так как дары различны дух один и тот же даже не знаю в чем имущество преимущественно монашество других членов церкви не так давно я узнал что католическая церковь на одном из последних своих соборов провозгласила что монашеский путь ничем не преимущественнее от пути простых членов церкви нет в нем никакого превосходства все пути одинаково равноценны эта позиция думаю более правильная в нашей церкви действительно многие монашествующие ощущает некоторое превосходство над остальными членами церкви что совсем ничем не оправдано притчу о десяти девах блаженно феофилакт объясняет так что нерадивых девы это те девы которые решили что им достаточно одной добродетели девства и совершать добрый дел им не нужно и возникает вопрос не поступает ли подобно этим девам современное монашествующие да никогда по-другому и не думали что касается монастыря и монашествующих то тут у меня столько всего сказано сейчас даже не знаю показывать не показывает тут что делали вот я сейчас покажу здесь вот в самом начале а это у меня на форуме тоже монашествующие если выйти на главную страницу вот там ночи очень много а то уйти тогда я не зайду здесь сейчас это надо мне выйти с главного администратора и выйти на выход здесь вот мне много но кто заходит на форум там увидите идут сразу какие графа монашествующих где-то у меня тут есть отдельно выбрана монашествующие сейчас я посмотрю вот монахи монахи монашество с нашего форума сайта вот она где а а церковь всегда одобряла монашество и попрошайничество вот где вот это зарядить только заголовок и выйдешь сразу вот она где идет дальше монашество привита как болезнь в четвертом веке вопреки библии монашество вот вообще что побудило заняться темой монашестве и вот откуда форум все это взято легко нажать только и уже ты там монашество погубило христианство и породило мусульманство жития и труды мефодия и константина в монашестве кирилла источники познания монашестве монашество есть новоизмышленная религия вопреки евангелия где это монашество выдумка человеческая вот указано монашество не жизненно в нем все надуманное монашество зарыло миллионы талантов знали ли апостолы про монашество темы какие основатели монашества вдаль не смотрели монашество разрушило институт семьи навсегда обман главное условие при вербовке монашество как же возникло на руси монашество монашество основано на лжи жила ею ложь и оправдывает ее ложь монашество не вписывается ни в одну притчу христа святой библии нет ни слова про монашество а напротив того это все на нашем форуме в самом начале антиевангельское монашество человек ли измыслил монашество не реформировать а только и дальше что-то монашество выдумка человеческая с нашего сайта во сети библии 25 монашество вот видите сколько это мы про монашество я делал это монашество что кураев тут говорил монашество еще что есть учение о монашестве и она в явном противоречии со словом божьим святой библии мы находим четкое определение тому явлению что люди будут препятствовать проповеди миссионерству и как это называется первое фессалоникийцам вторая глава 16 стих то есть подтвердить это нужно священным писанием которое препятствует нам говорить язычникам чтобы спаслись и через это всегда наполняет меру грехов своих но приближается на них гнев до конца ну вот рожденных свыше посетителей этим были увлечены самые выдающиеся умы православия так что когда мне пишут что как где я посмел замахнуться против такой махины то тут есть чему удивляться я не говорю что монастыри не нужны вот я об этом как раз хочу сказать некоторые что-то против монастырей нет я заголосую первое коринфянам 732 а я хочу чтобы вы были без забот неженатые заботиться господним как угодить господу но в каком виде в том виде в каком они пришли к нам какие остались они принесли зло большее во сто крат чем безбожие язычество коммунисты фашисты масоны и мусульмане вместе взятые вот мое изречение это мое монастыри нужны для того чтобы не давший обетов обето монашеские должны быть всюду намертво запрещены и готовить миссионеров проповедников вот я определенно четко ясно по слову божию показываю что монашество нужно в каком виде вот это вопрос другой лука 24 49 я пошлю обетование отца моего на вас выше оставайтесь в городе иерусалиме доколе не обречетесь силы свыше я не 18 но вы примете силу когда сойдет на воздух святой и будете меня свидетелями иерусалиме и по всей иудеи и самаре даже до края земли еще до пои до кормить престарелых трушников на небе божией то есть конкретная четкая программа мной выставляется как я понимаю монашестве филиппийцам 229 примите же его в господи со всякой радостью таких имейте в уважении евреям 13 7 поминайте наставника ваших которые проповедовали вам слово божие взирая на кончину их жизни подражайте вере их и вот дальше монашестве сколько раз два три 4 5 6 7 8 10 вот сколько 11 12 13 14 15 16 17 вот указывая 17 тем вот любую считаете здесь и найдете 17 тем монашество где еще нужно увидеть анашество по житиям тщательно исследуя все известные уставы монастырей я написал два тома о том 7 и 8 том открытым оком и вывел вот так дальше мусульманство атеизм это все плод монашеского безмолвия и затворничества прямого противления словам христа идти и проповедовать прочтите здесь обязательно там сплошные выдержки житий этого материала больше нигде нет нигде монашество уничтожило соль и мир захватил все для мира безбожного не было лучшего помощника чем монашество написавшего высосавшего силы из народа и погубившие за монастырскими стенами самое ценное смелое обескровило страны это мумии антихристианские древне христианский ацетизм до рождения монашества православа и монашества и аскетика в исследованиях памятника сидоров москва паломник 542 страницы 6000 экземпляров это я уже показывал да ведь не со мной я прошу соглашаться то я ведь там цитирую в кавычках из всех 1137 житий чего же тогда ни с чем не согласен и рядом даю то что бог говорил и эти их уставы и поступки там нет выбора между православием и смертью там только лозунг такой и в агитации а там постоянно смерть и она там живее их костей указанное прочти хотя бы из-за любопытства и уже не вздумаешь играть такими опасными словами как пойду в монастырь тогда уж лучше умереть дома по-хорошему ну и дальше показываю наши ресурсы где монашество по кураеву андрей кураев пишет кавычки открыты если бы епископом был я и пришел бы ко мне юноша пылки с обзором горящим и попросил бы о постриге чтобы я сказал вот этому юному начинающему а я бы сказал так ну смотри я готов тебя постричь в монахе но условия такие ты будешь живым трупом у тебя не будет никаких человеческих прав политических тем паче у тебя никогда не будет своей квартиры ты никогда не будешь выбирать что ты будешь кушать я буду об тебя вытирать ноги и ты не будешь иметь право пикнуть и сказать что ты не согласен в любой минуту я могу выгнать тебя на улицу ничего не дав и не поблагодарив и ты помрешь с голоду на вокзале но имей вину даже если я перестану тебя считать монахом даже в этой ситуации ты сам перестать себя считать монахом не можешь потому что обед ты давал не мне а богу и вот если ты готов быть таким живым мертвецом то возьми ножницы и подай мне их я тебя постригу вот еще один манкурт появится но теперь что наши ресурсы надо посмотреть эти сколько монашество можем просчитать было у нас вот это мой мир где в шапке богатая у нас здесь ресурс 21000 фотографий наших видео 7317 темы такие вот здесь писать можно узнавать когда книги покупают сбросить материал ну и наш форум православный заходили на него 1600 тем и наш канал восемь с половиной тысяч роликов 8 миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч десять и носта восемь просмотров и восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть подписчиков никак не могу понять почти 9 тысяч подписчиков почти ну тут осталось совсем немножко несколько человек а посещаемость маленькая или это таким которая приходит не учитывается или как не знаю но и во свете библии здесь все из вопроса ответы по свете библии вот сейчас идет государство у меня тема вопрос 2130 восьмой том открытым оком какое место писания повелевает дерзить гони чтобы добровольно быть умерщвленным разве это не разновидность самоубийство ответ это я даю с кафедр в университете вот так церковь это не одобряет нужно скрываться а если бог допустит то переносить мужести на страдания мотфея 10 30 23 когда же будут гнать вас в одном городе бегите в другой мотфея 2 13 ангел господин является во сне иосифа и говорит стань возьми младенца и матери его и беги в египет и будь там доколе не скажу тебе ибо ирод хочет искать младенца чтобы погубить его златоуз говорит великий беглец 2 коринстам 11 32 в дамаске областной правитель царя ареты стерек город дамаск чтобы схватить меня я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук киприан карфагенский 31 августа кавычки но так как время подвигов святого киприана еще не наступило то он решил удалиться на время из карфагена дабы своими увещаниями и наставлениями из неизвестного язычникам места поддерживать веру христиан и побуждать их твердо исповедовать имя христова решив удалиться на время из карфагена киприан написал своим пресвятерам и диаконам а также предстоятелям церкви римской послания в этом послании киприан сообщал что он удаляется из кореинфа из карфагена для того чтобы его присутствие не усилило еще более ярости гонения что хотя и отсутствие своей паства телесно он присутствует с нею господи что он написал 13 посланий для утешения сильных ободрения слабых для устранения разного рода нестроения церковной и внутренней жизни и для успокоения душ колеблющихся киприан так объяснял свой поступок первая степень победа состоит в том чтобы исповедовать господа после взятия руками язычников вторая степень слабы состоит в том что благоразумным удалением спасти себя для господа одна есть всенародное исповедание другая частная одна побеждает гражданского судьи а другая благоприятнее богу как судьи его поддерживает чистую совесть в непорочности сердца в одном случае обнаруживается более живая твердость а в другом более уверенная осторожность один когда приближается сейчас его оказывается уже созревшим для смерти для другого быть может она отсрочена для того например который оставив свое наследие удалился по той именно причине чтобы ему не отпасть но несомненно исповедовал бы себя христианином если бы и он был также взят язычниками без сомнения своим временным удалением киприя наказал церкви более высокую услугу чем мог бы казаться ее сразу же принятым мученичеством замечают представим себе что он киприян тогда то есть тогда когда бы не скрылся из карфагена удостоился мученической кончины кто бы научил падших покаяния еретиков истине раскола учителей единству чад божий к сохранению мира в молитве научить кто бы мог но были такие христиане которые не выносили мучений приносили жертву или курили ладаном идолом или за деньги покупали у градоначальников записки в которых означалось что они приносили жертву идолом и отреклись от христа хотя этого не было на самом деле некоторые даже добровольно без всякого требования приносили жертву богам языческим других языческие судьи с наступлением ночи отпускали домой и не понуждали жертвоприношению но они сами просили дозволение принести жертвы вечернее время не отлагая до другого дня много было таких которые склоняли друзей своих к отречению от веры христианской какое совершали сами обстоятельства причинившие немало огорчение святому киприяну все что другому умно говоришь примерами на своих ребят рубеж нас окружает часто дикари то просто беспокойство то грабеж как хорошо жить и не среди зверья подсиживание подлых избежать жить по семейному друг другу доверять и вместо голубя не обрести ежа мне нравится порядок чистота записанным столом и за оградой язык не наворачивал бы как куча у крота рыбачий так уж с братом а вовсе не с пиратом но кое в чем мой узок окоем не досмотрел что рядышком под носом когда вдвоем мы песню допоем окажется соседу сосед прокнул уже колеса не доверять что можно под кровать загнать к крыльцу и на ночь под окошко на богослужение бы носом не клевать что мнение чужое мне о своих то тошно стараться дать совет письмо ответ что было все в согласии со словом иеговы хочу чтобы и мне как брат был мой сосед не службу в дружбу помогать готовый не пожелай другому чего себе не хочешь вот золотое правило святых лукавость истреби живи как можно проще и бог поможет нам достигнуть высоты а как ему будь на моем он месте мы целое одно в одной ячейке не начинать войну не будет и арестов христовы мы не скажешь что ничей ты со мною поступать как с ними я ого да сразу же протянешь ноги не эти мудрая хитрая змея не погуби себя показывай строгим 27 сентября 2003 года ну вот все на сегодня